Провокация в Керченском проливе продолжается, но уже в глубоком тылу крымчан. У здания суда, что символично Киевского района Симферополя, группа активистов пришла поддержать украинских военных, нарушивших нашу границу. Ситуацию обсудим с очевидцем и того и этого события, директором Крымского бюро НТВ Олегом Крючковым. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Изначально мы планировали, что твоими оппонентами станут либо адвокаты задержанных, либо те самые активисты. Рифату Чубарову звонили, но он, наверное, уже наизусть наш номер телефона выучил, поэтому даже трубки не берет. В общем, с юристами не связались, но дозвонились одному из активистов, господину Джелялову, вот что он нам ответил, собственно. Алло. Алло, Нариман Инверович? Да. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, телеканал Крым-24 беспокоит. Да. Скажите, пожалуйста, мы бы хотели вас пригласить сегодня к нам на прямой эфир, посвященный судьбе украинских моряков. Сегодня в 19.30 у нас эфир запланирован. Нет, спасибо. Смогли бы вы к нам подойти? Нет, не смогу. До свидания. Почему? Не важно, не хочу. Но вы же участвовали в инициативной группе помощи морякам. Ну, участвовал. А на лживые телеканалы не хожу. До свидания. Собственно, вот такой комментарий на лживые телеканалы он не ходит. Хотя, слово мы, по-моему, дали и одной стороне, и второй. Но в любом случае, если вдруг господин Джелялов передумает, я обращаюсь непосредственно к нему, или к любому из тех активистов, которые находились у здания суда с защитой и требованием к отношению к украинским морякам. Начать сбор денег, потому что четко работа идет на украинскую ленту. Вот это вся история. Они там включались по скайпу, с телефонов на украинские каналы. Я специально просматривал. А сколько вообще, какая группа активистов была? Сколько людей? От 7 до 11 человек, там не больше. Ну, насколько я видел по картинке, да, наши ребята ездили снимать. Там вот в основном те люди, которые регулярно ходят на такого рода мероприятия, да? То есть золотая жила для украинских СМИ. Там такая, знаешь, я бы сказал, последний причал запрещенного Меджилиса. Все 7 человек, которые там остались живых. Ну вот режиссер вывел уже на экран номер телефона. Это телефон специальный для господина Джелялова. Если вдруг захотите с нами. Ну или другие кто-то там были, другие люди. Они могут позвонить. Пожалуйста, звоните, подключайтесь к беседе, да, потому что Олегу Крючкову, видимо, скучно, да, без оппонентов. Ну, Олег. Знаешь, демократия, она такая штука, вот демократы не хотят идти. Я говорю, зовем в эфир, готовы спорить, идти не хотят. Ну, я хочу сказать, вот тот же господин Джелялов, он в Киев не поленился съездить на заседание Курултая. Ну, ты понимаешь, они считают, называют Россию тиранией. И в тирании они могут выехать в Киев, здесь под садом поддерживать военных другого государства. И они знают, что здесь им за это ничего не будет. Ну, вот условно, это оппозиция, да, если там горстку, да, как ты сказал, там 10-15 человек можно назвать оппозицией. Это одни и те же люди, повторюсь, которые ходят на такого рода мероприятия, да, которые дают интервью украинским телеканалам. Это профессиональные, как бы, знаешь, плакальщики, демократы. А может, у них действительно такая активная гражданская оппозиция? Может, они действительно такие активные? Которая хорошо оплачивается, да, они вот выезжают там в Киев, потом летают там в Стамбул, другие организации. Это, ну, есть такие личности. То есть интерес прагматичнее? Конечно. Ну, я хочу сказать, что они, тем не менее, после перелетов в Киев, в Турцию, они все-таки возвращаются в Крым и живут здесь нормально. Ну, и потому что, еще раз говорю, в демократическом Киеве это было бы невозможно. Представь сейчас выйти в поддержку кого-то из наших заключенных, которые граждане России там сидят, или люди с Юго-Востока, которые с другой позиции. Выйдешь, тебя убьют моментально там. Сразу вот вчера даже Анатолий Гриценко, бывший министр обороны, его избили вчера перед эфиром на Одесском телеканале. Закидали дымами шашками в супермаркет в Киеве вчера. Ну, потому что там демократия. Хотя граждане не пророссийские там, по сути. Понимаешь, у нас здесь же тирания, как они объявляют. И спокойно все эти, я даже не знаю, как их назвать. Ну, желательно цензуру соблюдать. Да, да. Деятели, скажем так, они спокойно ходят, спокойно выезжают, как бы на Украину приезжают. Под судом рассказывают о том, что они крымцы Украина, и никто их не трогает. Ну, вот что они рассказывали под судом, мы сейчас покажем. Я попрошу режиссера вывести комментарии тех людей, которые были на этом мероприятии. Мы сюда постоянно приходим, когда здесь происходит нарушение всех видимых и невидимых прав человека, законов Российской Федерации, международных законов. Мы приходим всех поддерживать сюда, чтобы весь мир видел, что здесь не суд, а какое-то другое действие. Здесь нет правды. А когда задержали российского капитана Норга, приходили? Нет. Неинтересно было. Какой Норд, какое судно Норд. Вы что ко мне очень пристали? Бедным несчастным людям. Да, Олег, я смотрю комментарии уже. Ты знаешь, как вот были, я при Александре Втором Кровавом сидел, и при всех остальных властях. Ну, вот такие же истории. Они не заплачены за команду Норда, за 10 граждан России. Не заплачены. А за украинцев, чтобы они пришли поддержать, заплачено. Знаешь, у меня была история такая интересная. На меня вышли родственники. Там есть несколько крымчан. Родственники одного человека, они здесь живут. Из задержанных, да? Да, 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 они живут в Симферополе. Причем у них явная пророссийская оппозиция. Они ходили на референдум, там стояли на баррикадах и так далее в 2014 году. И они готовы были говорить. Но тут нарисовались эти адвокаты, которые, ну, у меня есть сомнения в качестве этих адвокатов, как они появились. Потому что это те же адвокаты, которые защищают сторонников запрещенного Кизбута Хрир, сторонников запрещенного Меджелиса. И вдруг они нарисовались здесь. И они запретили родственникам общаться с журналистами. Причем с журналистами именно российскими, с украинскими не запрещали. То есть это свои, в кавычках, киевские адвокаты. Да, да, это свои киевские адвокаты. Когда я, знаешь, там была вообще прикольная история. Я задаю вопрос. Второй день, вы как договорились с родственниками многих, которые в Одессе находятся? Как, объясните, как технически вы заключили адвокатские договоры? Ну, мы списывались там, один мне договорился до того, что он по фейсбуку списывался, по социальным сетям, понимаешь? Адвокатские договоры. Ну, юристы так и работают, да. И, понимаешь, я попросил технические подробности как-то сказать, как это происходило, они так и не назвали. А потом я их поймал на другом. Я спросил, а украинское государство о своих гражданах позаботилось? Вот вы говорите, что родственники. А кто-то выходил в официальную власть, у нас нет разрыва дипотношений. Они же объявили на полшишечки нам военное положение, но, как бы, абсолютно нет никакой истории разрыва дипотношений. Соответственно, адвокатов должно было нанимать украинское посольство в Москве. Нет. Неинтересно. Вот интересно было туда кинуть. Интересно вот здесь, в прямом эфире, показывать запрещенный Меджлис, который обещал собрать акцию поддержки украинских военных. Ну, 7 человек, да. Вот поддержка Меджлиса в Крыму, это вот хорошая история запрещенного. 7 человек. И то проплаченных, да, если мы говорим? Проплаченных, да. Но самая прикольная, другая история. Они хотели сделать себе пиар, там их показывали украинские каналы, ну и прикольно, да, показывали. А теперь, когда они будут давать финансовый отчет, я не знаю, что они будут говорить. У них они показали весь свой электорат, который вышел поддержать украинских военных. 7 человек. Вот за 7 человеком теперь будут платить. Я предлагаю поговорить о более масштабном пиаре, да, это вот непосредственно провокации в Керченском проливе. Вот суть провокации в чем? Отправить моряков на убой, да, сделав их жертвами и, соответственно, потом плакаться Евросоюзу, что вот Россия такая жестокая. Или действительно хотели войны? Нет, история многогранная абсолютно. Там и военное положение для срыва выборов, да, противнуть Порошенко до осени. И в субботу у нас что? В субботу у нас двадцатка, двадцатка, соответственно, сорвать встречу, давно готовившуюся встречу Трампа с Путиным. Ну, долгая история. Плюс вызвать очередной виток русофобства на Украине. Плюс, ты же посмотри на эти области. Там только Винницкую включили, и тоже понятно почему. А остальные это области, это, по сути, большая Новороссия. Неблагонадежные, так скажем. Да, это большая Новороссия, и те области, которые не хотят идти на объединительный собор и заниматься вот этой историей с Томасом. Да, теперь можно там на месяц введено военное положение. Можно вызывать любого священника в СБУ, запрещать любые собрания, делать все, что угодно с этими областями. Ну, уже в Киево-Печерской лавре там перепись, да, организовали. Да, а решение по Почаевской лавре отозвано. Причем из этих, из всех областей только Винницкая область попала. Где и близко там нет ничего, но это Винницкая, это вотчина Гройсмана и Порошенко. И где как раз-таки священник, раскольник, который, возможно, они планируют там сделать патриархом Украины. Ну, Олег, я хочу напомнить господам и активистам, да, активистам и, может быть, юристам, которые защищают интересы украинских моряков, нарушивших границу. Звоните нам в эфир, у нас вот есть телефон как раз, да. Вот по этому номеру телефона вы можете звонить и, пожалуйста, высказывать свое мнение, общаться с Олегом. Может быть, он в чем-то неправ, может, готовы поспорить. Мы сегодня предоставляли полчаса прямого эфира тем людям, которые обвиняют российских журналистов, российское телевидение, что им не дают выступать в Крыму. Вот ваше место, мы вас ждем, ждем в эфире, вы не приходите. Олег, ну вот продолжаю тему, да, вот все-таки сама провокация. Когда-никогда, вот, по сути, были эти многочисленные блокады, да, энергоблокада, транспортная, продовольственная, вроде закончилась. Когда-никогда там украинские политики погавкают в сторону России, пожалуются своим белым хозяевам и все. А сейчас вот такая провокация, достаточно, ну, продуманная и спланированная, нужно отдать должное. Но Украина, Киев, сами к этому пришли или вот кто-то надоумил? Нет, ну, как бы, я считаю, что там, может быть, какая-то немножко американская история, ну, хотя даже вряд ли. Но Порошенко, он пошел ва-банк. Без вариантов Америка договаривается с другими кандидатами. Порошенко там пятый-шестой, да, в предвыборной кампании. Что ему делать? У него безвыходка. Его попрошайничество всем уже надоело. Ну, уже не реагирует, уже и мерками не реагирует никто. Ну, вот была сделана такая провокация, многоходовочка. Ну, мы услышали заявление, собственно, западных стран и Евросоюза, да, и США касательно того, что, в принципе, ай-яй-яй. Пальчиком пожурили, сказали, ребята, мол, не ссорьтесь, а никаких конкретных действий не было. Да, больше всего посмеялся с нескольких вариантов. О том, что Порошенко заявил, что провокация была в Азовском море, она была в Черном. Это первое. Второе, о том, как ввели военное положение. Вот смотри, наши непришедшие сегодня оппоненты, которые там тусуются под судом и копеечку до копеечки собирают себе на безбедную жизнь здесь, в Крыму, они все заявляют, в том числе и товарищ Порошенко, о том, что крымцы Украина, да. Вот это, ну, такая история, крымцы Украина, еды на неделима. А военное положение в Крыму они не ввели. Они ввели во всех областях, а в Крыму нет. Забыли, очень торопились, переписывали всю эту историю. То есть формально признали? Формально, да, признали, что Крым это не Украина. Ну, формально они уже много раз признавали, но, тем не менее, провокации продолжаются такого рода. И вернемся к морякам, или вот непосредственно к тем событиям, да. Вот это ты, как очевидец, вот той ситуации, которая происходила в Керчевском проливе. Действительно ли она была такая неоднозначная, как заявляют украинские СМИ, мол, там моряки и не слышали, и до этого ее предупреждали? Или сомнений вот именно в провокационных действиях именно моряков нет вообще никаких? Ну, вчера опубликовали полную версию переговоров, но там же все явно. О том, что российские корабли, пограничники вызывают, говорят, выйдите, закрыт квадрат. Там же, кроме всего прочего, о том, что, давай там расскажем эту историю. По внутренним распоряжениям прохода залив капитана Порта Керчь, судно должно за 48 часов подать заявку, подтвердиться за 24 и финальное подтверждение, нужен ли лоцман, брать лоцмана, проходить 4 часа. Есть правило. Кроме всего прочего, это не было выполнено. Был квадрат, запретный квадрат. Это условный НАТАМ, который Украина объявляет, когда у них стрельбы, и мы объявляем, когда у нас военные учения или что-то еще. НАТАМ подразумевает под собой запрет на мирный проход временный вооруженных кораблей. Действовал запретный квадрат. Они в него поперлись, их предупредили, много раз предупредили. Ребята, не надо, выйдите. Тем более, у них опыт кобыла уже прохода. Командир пограничного катера корабля говорит, выйдите в нейтральные воды, мы вас не будем трогать, и ждите разрешения на проход, когда мы вам дадим разрешение на проход. Нет, они поперли дальше. Хорошо, но вот эти моряки, да, ребят, которые сейчас находятся в суде, по сути, вот пушечное мясо, да, по-другому не назовешь, но они тоже в комментариях говорили касательно того, что понимали, на что идут, но варианта не было, у них тригинал. Командир, который здесь, в Симферополе, который отказались, вот историю я рассказывал, да, говорит на камеру, под страхом практически смерти отправляли. Он говорил, да, вы и так не сильно благонадежны, и вы пойдете, или по присяге мы можем вас расстреливать. То есть это, по сути, шантаж? Ну, один из СБУшников, знаешь, как пошел? Ну, я знаю информацию, не буду говорить откуда. Его вызвали из отпуска по какой-то там левой причине, вызвали в штаб. Он пришел, его погрузили на корабль, и уже в море он узнал, куда он идет. Это вот отношение к своим военным. Вполне очевидно, да, это отношение. Но, Олег, если говорить непосредственно о тех последствиях, которые могут быть, о такого рода провокациях, о действиях их, о действиях наших, Украина уже обратилась к Турции с просьбой запретить доступ России через Босфор. Насколько вот реально, что Турция, учитывая ее поддержку, да, в этой сфере все-таки способна? Есть международная конвенция. Турция никогда не будет закрывать Босфор. Но Андрей Андреевич Громыко когда-то сказал на угрозы Турции закрыть Босфор, что наши ракеты в течение пяти минут проделают два новых пролива в Турции, и просто не будет Стамбула. Но Андрей Андреевич Громыко, великий министр иностранных дел, все давно всем рассказал по этой истории. Ты знаешь, как Израиль комментирует все это? Он говорит, мы не понимаем, почему Россия так долго предупреждала. Мы бы предупреждили, и через пять минут мы бы открыли ракет. Олег, ну вот, кстати, к Израилю вернемся. А мне вот подсказывает, у нас есть звонок, звонок в студию. Добрый день, вы можете говорить. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы какую сторону представляете, собственно? Вы кто представьтесь? Я Бух Василий Степанович. Василий Степанович, здравствуйте. Да, Бух, фамилия моя. Я бывший преподаватель Насимовского училища Органа Красной Звезды. А, ну то есть вы не оппозиционные мнения, я так понимаю. Вы не оппозиционер, а наоборот, да? Да, но я очень-очень огорчен в том, что был вот участник вот этой банды украинской, Богдан его звать, вот, стал преподавателем Родины, а позорил Насимовское училище, которое ему давали вот это все знание, науку училища. А вы его преподаватель, получается, одного из украинских моряков? И как он будет его родителям смотреть в глаза, в его здоровье? Это речь о романе Макряке, командире одного из катеров, насколько я понимаю, который учился в Насимовском училище. Да, да. Ну, собственно, ждали звонка от оппонента, да, а позвонил нам все-таки сторонник, да, ну вот объективно позиция. Давайте так, история такая, плохо это, хорошо, как мы можем относиться по-любому к нашим оппонентам, да? Украинские моряки, это одна история, вот люди, которые здесь, вот, делали вот эти акции и пиарились на этом, и Порошенко, это другая история. Моряки, плохо, хорошо, кто принял какую сторону, они были присягой. Но, в любом случае, Олег, вот... Саша, они были под присягой, да? Я согласен, да, я согласен. Они не могли... Но, с другой стороны, вот, накануне здесь сидел Ченок и говорил о том, что вот, будучи офицером, да, по сути, нужно было потопить корабль. Да, или можно было, как бы, были там другие варианты. Они понимали, куда они идут. Но, допустим, вот, вернусь к случаю с теми родственниками, с которыми я разговаривал, да, мало того, что были угрозы, там, по присяге, там, вплоть до расстрела. Но, кроме всего прочего, у многих остались дети и семьи. Они, условно, в заложниках там. То есть, ну, я повторюсь, это шантаж, это объективный шантаж. Это шантаж, да. Кстати, вот тот же Джелялов, он призывал всех крымчан и всех неравнодушных носить передачки, помогать и материально, и продовольственно, и морально украинским морякам. А что так плохо содержит? Слушай, Саша, ну, это история пиар. Давай разделим историю пиар и история, которая там развивается вот отдельно. Поддерживать своих моряков должно украинское государство, да. А вот эта вот самодеятельность, это уже, как бы, попытка сохраниться в каком-либо виде и получить очередной транш у Наримана Джеляла и остальных вот этих вот деятелей, как мы их сегодня называем. Насколько я знаю, они действительно там в первый день, когда все происходило, с двух часов дня и до конца развития событий, где-то до полдесятого вечера не ели, хотя еда там была и нормально было у них с продуктами и со всей историей, они понимали, что будет, что уже уйти не дадут. Когда К-52, пара прошла раз, прошла вторая, когда были утренние навалы и всей этой истории, когда пара штурмовиков Су-25 прошла над бастом и ушла, прошла над стоянками, им показали, что будет. И предложили, как бы, допустить досмотровые группы, но где-то в 18.30 поступил приказ выйти в море, они начали убегать. Ну вот, это этим и закончилось. Ну вот, если говорить, да, о том, что получили подых от пограничников, да, Украина, она вот на сегодня оставит попытки такого рода провокации? Нет, не оставит, но у них будут другие, ты же понимаешь, у них осталась, это треть флота была украинского, у которого ходового, потому что все остальное, там, то, что побольше, бывший пограничник, уже сгнивший советский сагайдачный флагман, он в ремонте. Корвет Винница в ремонте, еще там какое-то штабное судно или что-то осталось, третье, тоже в ремонте. И на ходу два катера осталось таких же артиллерийских в Одессе, и два они перекинули в Мариуполь. Причем история-то в чем? Они же не дошли своим ходом, у них даже горючки не хватило, с ними был танкер, судно обеспечения, которое их заправляло перед проходом ночью в 4 утра, и в 6 они пошли. Уже под Керченским проливом. Олег, и у нас еще один звонок есть, будем надеяться, что на сегодня удастся пообщаться с оппонентами. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер, что-то не слышно абсолютно. Очень плохо слышно, попробуйте перезвонить еще раз, пожалуйста. Саш, там знаешь, какая история интересная была? Уже же два корабля перекинули в сентябре, по-моему, в начале в Мариуполь. Да, 28-го, по-моему. Да, их перекинули, их перевезли трейлером грузовым. Погрузили, перевезли, спустили, все нормально. Тем более опыт, Олег, ведь опыт прохода уже был, они заявку подали. Так их не нужно, их дешевле было перевезти трейлером или идти по правилам. А на весь мир кричали, что, мол, заявку не подавали, это наша территория. У нас вот вернулся звоночек. Добрый вечер, представьте, как вас зовут. Еще расскажите, как вас зовут. Почему-то очень плохая связь, очень плохо слышно. Алексей меня зовут. Алексей, да? Да. Алексей, вы какую сторону представляете? Как какую? А здесь только мне. Не удастся у нас с оппонентами. Да, что-то с оппонентами у нас совсем плохо. Да, сложно. Алексей, что хотели сказать? Я хочу сказать. Еще раз повторите свой вопрос, Алексей. Я хочу сказать, почему наши товарищи не понятно обращались в эту музыку? Спасибо за вопрос. Ну, как бы, я отвечу, да, я видел, как там многое происходило. Но они не, как бы, ну, а что, убивать? Ну, это, как бы, люди под присягой. По сути, ну, если не военнопленные, то интернированные. Причем, ну, да, военные, с одной стороны, военные, со второй. Там были раненые. Да, их накормили. Я бы даже больше скажу, что первую ночь они провели не в следственном изоляторе, а в казарме российских пограничников. Может, потом из Крыма уезжать не захотелось? Ну, что, мы же, как бы, мы не воюем с теми, кто уже сдался. Олег, ну, я полагаю, здесь, наверное, стоит учитывать вот то длительное время, которое длились эти маневры. Да, можно было бы сразу решить проблему кардинально. Но, тем не менее, наверное, принимали самое правильное решение непосредственно для России, да? И Крыма в том числе. Я говорю и о возможных последствиях. Да нет, ну, понимаешь, вот вчера президент Путин хорошо сказал, если там с той стороны кричат, что мы не братья, но он всегда президент повторяет, но все равно, там наши люди. Да, там они промытая пропагандой, там многие, там, мы потеряли поколение украинцев, да, которые воспитаны непонятно в какой истории. Но там наши люди, ну что, должны их убивать? За что? Они сдались. Все. Война закончена, когда пленных не убивают. Ну, нельзя и издеваться, бить. Олег, и у нас еще есть звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, что вы хотели сказать? Я хотел бы сказать, что я вот это выявляю. Сначала выявляю, а потом, блядь, пусть ходит к нам. Да и все, да. Ага. Все. Апсопозиция, да, у нас сегодня сложная. Саша, знаешь ли, какая самая классная история? В 2014 году президент Порошенко сказал, что украинские корабли вернутся в Крым. И когда я увидел, что три корабля, да, стоящих у печала Генмола в Керчи, я думаю, да, хоть единственное обещание Петра Алексеевича Порошенко наконец-то исполнилось. Ну, так или иначе, они действительно возвращаются. Олег, ну, безусловно, неоднозначностей много, да, но вполне ясно, что Украина своих попыток, да, вот этих провокаций, она не оставит. Ну, по крайней мере, пока у них корабли не закончатся. Но Порошенко будет вести войну до последнего украинца. Да, пока корабли не закончатся. Впрочем, в любом случае, ждать осталось недолго. Олег, спасибо тебе за беседу и за твои комментарии. Зрителям за внимание. Увидимся в следующий вторник в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова